В научной библиотеке Адагейского госуниверситета состоялось заседание Общественного совета при Республиканском МВД. В повестку дня были включены такие актуальные вопросы, как организация отдыха несовершеннолетних в летних лагерях и профилактика детского дорожного травматизма. Обозначая важность этих тем, в РИО министр внутреннего дела Мурадин Брантов подчеркнул, что проблемы обеспеченной безопасности в детских и оздоровительных учреждениях и профилактика дорожного травматизма не являются исключительно компетенцией МВД. Однако, осознавая необходимость этой работы оставаться в стороне от их решения, ни ведомства, ни общественность не должны. Конечно, мы сообща вместе должны подходить к этой проблеме. Тем более и руководство Республики Адагея большое внимание уделяет этому всему. Ну и, соответственно, мы все вместе с вами здесь находящиеся. По мнению полномочного по правам ребенка в Адагея Александра Ивашина, одной из серьезных проблем для региона становится сокращение количества оздоровительных лагерей. Те вопросы, которые стоят на контроле аппарата у полномочного, мы уже фиксируем, что порядка двух лет последних ни одной жалобы у нас в аппарат у полномочного на некачественную организацию детского отдыха не поступало. Далее по рассматриваемым вопросам выступили заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Федосеев и заместитель начальника управления ГИБДД Казбек Мамьёк. Они отметили, что в сфере контроля за организацией отдыха и профилактики детского дорожного травматизма не только полицейскими, но и представителями общественности проводится значительный объем работы. Членами общественного совета было обрещено на ряд моментов, связанных с обеспечением безопасности частными охранными организациями порядка на территории одного из лагерей. 13-го года была проверка загородных островитых лагерей, которые у нас три лагеря принимают детей на территории республики. Подводя итоги заседания, члены совета высказали предложение, связанное с расширением практики вовлечения в организованный отдых подростков, состоящих на профилактическом учете и привлечением профессорского преподавательского состава вуза в Адыге подготовки вожатых. Рашид Хунагов и Мурадин Брантов выразили уверенность, что предпринимаемые совместные меры окажут реальную помощь в решении обозначенных вопросов. В Токтамкайском районе полицейские продолжают выявлять новые эпизоды преступной деятельности местного жителя. Уже установлено, что на счету подозреваемого около двух десятков краж велосипедов. Ранее в районное отдел внутренних дел стали поступать заявления от жителей поселка Энэм. Они все содержали информацию о фактах хищения двухколесного транспорта. Анализ полученной информации дал основание предположить, что все эти кражи – дело рук одного и того же заумышленника. Вскоре эти доводы подтвердились, а мужчину задержали. Была установлена причастность к совершению данного преступления. Мужчина – вооруженца Иркутской области, временно проживающего на территории поселка Энэм Токтамкайского района. Все велосипеды были похищены из подъездов многоквартирных домов на территории поселка Энэм и поселка Японовского. В результате проведения оперативных мероприятий полицейскими установлено, что похищенное имущество он сбывал в городе Краснодаре. Сумма ущерба исчисляется десятками тысяч рублей. Прятки ст. 91 ПК России подозреваемо задержан и водворен в изолятор временного содержания. В Адыгее правоохранительными органами пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным поиском археологических предметов. Работали заумышленники с размахом для раскопок. Ими даже была задействована экскаваторная техника. А выявить и задокументировать эти противоправные действия позволили совместные мероприятия оперативников Федеральной службы безопасности и полицейских. Первоначальная информация о том, что на территории Тюкзельского района орудует черные копатели, была получена сотрудниками Управления ФСБ России по республике Адыгея. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность участников группы была задокументирована. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность организованной группы лиц, осуществляющие незаконный поиск археологических предметов. Участники группы задержаны в момент проведения раскопок. Сами задержанные и все собранные материалы были переданы по подследственности В состав данной группы входили как жители Республики Адыгея, так и Краснодарского края. Возраст лиц, производивший незаконный поиск археологических предметов от 21 года до 45 лет. При осмотре места преступления и проведении обысковок мероприятий обнаружены техника и оборудование, которые использовались для незаконных раскопок. В ходе осмотра места происшествия были изъяты монеты, а также орудия преступления. Это металлоискатель, эскаватор и другие предметы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление ущерба, а также сбор доказательств. Добавим, что санкции статьи Уголовного кодекса России, по которой задержанные привлекаются к ответственности, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.